В прошлом ролике мы рассказали про необычайное перемещение памятников, монументов, домов в Санкт-Петербурге, но в Москве задачи их решения часто были не менее амбициозны, а иногда и более разнообразны. И сегодня вместе с Яндекс.Доставкой мы изучаем истории удивительных перемещений и передвижек Москвы. Поехали! Конечно, массивные объекты люди двигали всегда. Мегалиты для Стоунхенджа, например. В 16 веке Аристотель Ферраванти, который потом будет строить и в Москве, перенес в Болония колокольню церкви Санта-Мария Маджоре. В конце 19 века в Москве впервые перенесли на новое место двухэтажное здание, которое мешало расширению Николаевской железной дороги в районе Каланчевки. В 30-е годы в Москве начался настоящий бум передвижки домов. Планы по перемещению домов были настолько масштабными, что в 1936 году даже создали специализированную организацию монополиста Трест по передвижке и разборке зданий. Руководителем новой организации стал инженер Эммануил Гендель. Настоящий передвижник, подвижник, основатель собственной школы. И костяк нового предприятия составили в основном метростроевцы. В течение следующих десятилетий в Москве передвинули на новое место почти 70 зданий. В 1937 году в столице решили реконструировать Краснохолмский мост и возвести новые съезды. И на пути мостостроителей возникло препятствие. Дом был совсем молодой, 1929 года постройки, поэтому его решили не взрывать, не уничтожать, а передвинуть. Дом имел форму буквы Г, поэтому вот этот самый кончик буквы решили сдвинуть вглубь двора, да еще и развернуть на 19 градусов, разделив на две части. Передвижка была очень опасной, и начальник участка даже назвал ее авантюрой. Но Гендель, который руководил Трестом, сказал передвижку продолжать во что бы то ни стало. Во время перемещения дома никого не отселяли и не отключали ни одну из инженерных сетей. Работали водопровод, канализация, свет, электричество, телефон. Все коммуникации в это время перекинули на гибкие резиновые трубки. В доме обитало около 600 человек. Когда образовался проем между двумя корпусами некогда единого дома, здесь построили шестиэтажный корпус, более новый. К сожалению, дом знаменит не только передвижкой, но и трагедией. 25 декабря 1966 года здесь произошел взрыв. По официальной версии взрыв бытового газа разрушил угловую секцию и шестиэтажную пристройку. Говорят, что сюда приезжал лично Леонид Брежнев, и увиденное произвело на него сильное негативное впечатление. И с тех пор в Москве не возводили новые дома выше девяти этажей без электрических плит. После трагедии дом перестал быть единым целым. Корпус номер один, который тянется вдоль моста, расселили и отдали под конторы. Корпус номер два с квартирами вдоль Садовнической улицы до сих пор остается жилым. А в подвалах зданий можно и сейчас найти рельсы, вагонетки, другие механизмы, которые помогали при передвижке здания в 30-е годы. Ну, кстати, расселенный корпус, который сейчас необитаем, можно было бы сделать филиалом какого-нибудь музея, который рассказывал бы об истории этого самого подвижного периода в жизни нашего города. Памятник Пушкину на Пушкинской площади, бывшей Страстной, знают все москвичи, назначают тут встречи и свидания. Но в 1920-е годы, в век аббревиатур, фигуру Александра Сергеевича шутливо называли «Пампуш на Твербуле» – памятник Пушкину на Тверском бульваре. Но стоп, какой же Тверской бульвар, если он совсем в другой стороне? А дело в том, что Пушкин переехал. Изначально памятник, сооруженный скульптором Александром Опекушиным в 1880 году, стоял на Тверском бульваре вдали от шумной и громкой магистральной улицы, вот где я сейчас нахожусь. А на другой стороне возвышался красивейший Страстной монастырь с колокольней. Он был снесен в 30-е годы и понадобилась новая высотная доминанта, которой должен был стать памятник. Но в связи с началом Великой Отечественной войны эту операцию свернули, и только в 1950 году началась операция «Переезд Пушкина». Для перемещения памятника соорудили специальные пути. Монумент весил 70 тонн. Гранитное подножие разобрали, монумент обшили досками, после этого домкратами подняли, подвели двутавровые балки и опустили на специальные платформы в 10 колесных пар. Первый этап переезда Пушкина начался в 8 часов вечера, 13 августа 1950 года, а закончили на следующий день аж в 2 часа ночи. Но если взять чистую скорость движения без технических нюансов, то Пушкин ее развивал прилично – метр в минуту. На новом месте в фундамент забили несколько свай на глубину 4 метра, и около 300 человек рабочих развернули Пушкина лицом к Тверской с помощью системы на шарика-подшипниках. А чуть позже на площади построят модернистское здание кинотеатра «Россия», что породило новую волну шуток. Пушкин отвернулся от России. В 1937 году в Москве переместили еще один дом, который помешал строительству другого моста, на этот раз Большого Каменного. Здание возвели недавно, в 1929, в стиле конструктивизм. Оно было молодым, всего лишь 8 лет ему исполнилось, поэтому решили двигать, а не там сносить или взрывать. Строение на улице Серафимовича рядом с домом на набережной нужно было не только передвинуть, но и поднять на высоту 2 метра. Работы были проведены успешно, и, кстати, эта история легла в основу знаменитого стихотворения «Огни и Барто» «Дом переехал». Сема долго не был дома, отдыхал в Артеке Сема, а потом он сел в вагон, и в Москву вернулся он. Вот знакомый поворот, но ни дома, ни ворот. И стоит в испуге Сема, и глаза руками трет. Дом укрепляли специальными балками и создавали ходовую раму, которую затем устанавливали на катки. Катки двигались по заранее уложенным рельсам с помощью лебедок и домкратов. На самом деле, больше всего времени занимал подготовительный процесс, а сами работы шли довольно быстро. Иногда передвигали за часы, иногда за считанные дни. У «Яндекс.Доставки» есть сервис междугородней доставки. Через пункты выдачи, где все бесплатно упакуют, вы сможете отправить любой размер посылки в более чем 15 регионов России, из Москвы и обратно, а также внутри регионов. Условия доставки проверяйте в приложении «Яндекс.Гоу». Много зданий разрушили, когда расширяли улицу Горького, это советское название Тверской. Ведь до революции она была всего лишь 18-метровой, а ее ширину увеличили до 55 метров. Но некоторым ансамблям повезло, например, Савинскому подворью. Комплекс этого подворья Савино-Сторожевского монастыря был выстроен в 1907 году. Фасад украшен глазурованной плиткой множества оттенков. Это, без сомнения, одно из самых красивых зданий на Старой Тверской, и это интересное сочетание модерна и русского стиля. При реализации генплана Москвы 1935 года решили здание двигать, потому что его художественная ценность была чрезвычайно велика. А сама операция по передвижке стала одной из самых сложных для Треста Генделя, потому что здание весило 23 тысячи тонн. Подготовительные работы заняли 4 месяца, но здание передвинули за одну ночь. Многие жильцы просили их предупредить о будущей передвижке, потому что хотели на это время переехать к родственникам. От греха подальше. В итоге передвижку производили ночью, и ходит легенда, что была она настолько плавной, что многие жители заметили смену местоположения только ранним утром. Хотя тут довольно всяких баек, якобы у одного ребенка осталась целехонькой башня из кубиков, выстроенная в комнате. Сейчас здание Савинского подворья скрыто за первой линией сталинских домов и находится в глубине квартала. Но многие москвичи знают про это сокровище. Здесь есть совершенно петербургский двор-колодец. Мало кто знает, но в 1940 году передвижке подверглось здание Моссовета. Сейчас-то мэрия Москвы, здание на Тверской-13. Роскошный дом был возведен по проекту знаменитого зодчего Матвея Казакова в 1782 году. Позже он станет дворцом генерал-губернаторов. Знаковое строение пришлось передвинуть аж на 14 метров в связи с расширением улицы. Уникальность операции заключалась в том, что здание двигали вместе с подвалом. При этом само перемещение занимает всего 41 минуту. После войны архитектор Дмитрий Чичулин надстраивает здание Моссовета еще на два этажа. Так что сейчас это причудливое сочетание 18-го и 20-го столетия. Сложнейшую операцию проделали со зданием, которое ранее находилось на углу Тверской улицы и Мамоновского переулка. Это глазная больница, где издавна могли получить квалифицированную помощь, в том числе небогатые слои населения. Незадолго до начала Великой Отечественной войны здание передвинули на рельсах вглубь переулка. Но не только передвинули, но и развернули на 90 градусов. Так что его главный фасад, который ранее выходил на Тверскую, стал смотреть в не самый широкий парадный переулок Москвы. Больницы подарили дополнительный этаж снизу. Дело в том, что новый участок ощутимее ниже старого, и поэтому здесь возвели и фундамент, и первый этаж. А сверху посадили три этажа. Корпус стал четырехэтажным. Вот такой московский бутерброд. Ну и, кстати, в отношении этого здания тоже ходят легенды о том, что во время передвижки работа не прекращалась. Внутри находились и пациенты, и врачи. Следующий перемещенный памятник находится в самом сердце нашей страны, на Красной площади. Памятник Минину и Пожарскому установили в 1818 году по проекту Ивана Мартаса. Памятник очень долго ехал из Петербурга в Москву. Сначала по Неве, по Онежскому озеру, по Шексне до Рыбинска, потом по Волге до Нижнего Новгорода, от Нижнего по Оке до Коломны и лишь затем в Первопрестольную. Но мало кто знает, что в первоначальном варианте памятник стоял совершенно в другом месте, у верхних торговых рядов нынешнего ГУМа. И тогда понятен жест стоящего Минина, который указывает на Кремль, который предстоит освободить от захватчиков. Но в 20-е годы прошлого века прямо напротив Минина и Пожарского стали возводить мавзолей. И по городу ходили стишки «Смотри-ка, князь, какая мразь!» у стен кремлевских разлеглась. И в прессе развернулась целая кампания. Многие предлагали уничтожить памятник или отправить его в металлолом. Один из поэтов писал «Я предлагаю Минина расплавить, Пожарского. Зачем им пьедестал? Довольно нам двух лавочников славить. Их за прилавками октябрь застал. Случайно им мы не свернули шею. Я знаю, это было бы подстать. Подумаешь, они спасли Россию. А может, лучше было не спасать?» Постепенно все эти призывы в стилистике 20-х годов стихли. Но в 1931 году памятник Минину и Пожарскому передвинули к Покровскому собору, к собору Василия Блаженного. Говорят, это было личное решение Сталина. О старом местонахождении памятника москвичи практически не помнят, как будто он стоял здесь всегда. Субтитры создавал DimaTorzok Бывает и сложнее, когда один монумент заменяют на другой. В Москве два памятника Гоголю находятся на расстоянии меньше полукилометра друг от друга. Сначала появился грустный Гоголь. Его установили на Причистинском бульваре, сейчас Гоголевском, в 1909 году. Скульптор Николай Андреев – это пример очень ответственного отношения к своей работе. Он изучил источники, поговорил с современниками, съездил на родину Гоголя. И в итоге появился монумент, изображающий писателя в момент тяжелейшего душевного кризиса, потерявшего веру в свое творчество. Здесь Гоголь – абсолютно надломленный персонаж. Но, естественно, вся скульптура до этого была абсолютно парадной и величественной. То есть, если полководец, то абсолютный герой на коне, всегда идущий вперед, уверенно скачущий. А здесь Гоголю впервые как человеку дали право на ошибку, на сомнения, на свои какие-то личные переживания. Он не только абсолютный гений. И, естественно, памятник неоднозначно воспринимался в самых разных кругах. Памятник вызвал сочувствие в либеральных кругах, а вот неудовольствие скорее в кругах консервативных и монархически настроенных. Вот что писал Илья Репин «Трогательно, глубоко и необыкновенно изящно и просто. В душе своей я благословил комиссию, утвердившую эту смелую по правде идею. В Москве небес просвещенных людей большое счастье для искусства». Если образ пригорюнившегося Гоголя нам вполне понятен, то отдельное произведение искусства – это пьедестал, где размещены барельефы с героями произведений писателя. Здесь есть и ревизор, и мертвые души, и петербургские повести, где горожане стремятся закрыться от ветра Невского проспекта. Совершенно жизнерадостная, очень веселая вещь – это мир, город и произведение украинского периода. Но в советское время власти и обществу стал не нужен сложный писатель с периодами исканий. Нужна была фигура писателя-сатирика, который бичевал бы пороки капиталистического общества, там, остатки феодальных отношений. Поэтому грустный Гоголь не подходил. Тем более он не нравился Сталину, потому что здесь каждый день проезжал руководитель СССР из Кремля на свою кунцевскую дачу. И поэтому Гоголь Андреевский каждый раз вставал перед глазами. Фигуру хотели заменить еще до войны, поставить писателя веселого, такого подходящего под каноны соцреализма. Но из-за войны эта затея была перенесена. В итоге старого Гоголя убрали в Донской монастырь, где тогда находился филиал музея архитектуры, в начале 50-х годов. А новую фигуру писателя-сатирика с гомерической надписью Гоголю от правительства Советского Союза поставили в 1952 году. Если прежний Гоголь сидел и был погружен в свои мысли, то новый стоит, излучает оптимизм, глядит куда-то вдаль настоящий советский писатель. Позже сам скульптор Николай Томский признавался, что это одна из его худших работ, потому что к юбилею писателя работать приходилось в спешке. В официальной пьесе памятник хвалили, но в среде московской интеллигенции наклевывалось к нему несколько презрительное и шуточное отношение. Даже ходила эпиграмма. Юмор Гоголя нам мил, слезы Гоголя помеха. Сидя грусть он наводил, пусть теперь стоит для смеха. А старого Гоголя 1909 года реабилитировали и отправили в хрущевские времена во дворик на Никитском бульваре, где писатель жил последние 4 года своей жизни. Там он умирает, там он сжигает второй том «Мертвых душ». Вот такая вот история, когда есть веселая и грустная интерпретация, и между ними несколько сотен метров и несколько десятилетий. Корректировки и замены, когда одна скульптура была заменена на более правильную, подвергся и образ Льва Николаевича Толстого. У этого монумента сложнейшая история. Скульптор Сергей Меркуров специализировался на посмертных масках. Он снял из Толстого посмертную маску в 1910 году и уже тогда задумал памятник. Идея была воплощена 3 года спустя. Появился замечательный монумент из красного крупнозернистого финляндского гранита. Писатель изображен в своей знаменитой длинной рубахе-толстовке, руки спрятаны за пояс. Вообще фигура очень неформальная и человечная. Масштаб небольшой, пьедестала как такового нет, Толстой как бы вырастает из небольшой гранитной глыбы. Изначально этот памятник хотели установить до революции на Меусской площади возле университета Шанявского. Но консервативно настроенные горожане пригрозили взорвать фигуру графа, потому что Толстого отлучили от церкви и многие в Российской империи считали его богохульником. И поэтому Меркуров просто оставил памятник своей мастерской от греха подальше. Только когда началась реализация Ленинского плана монументальной пропаганды уже в советские времена, комиссия во главе с Луначарским рекомендовала установить памятник работы Меркурова в торце сквера на Девичьем поле. И это осуществили в 1928 году. Решение удачное, потому что в соседнем переулке находится усадьба Льва Толстого, деревянный дом с садом, где писатель жил со своей семьей в конце 19 века. Однако со временем простой, камерный и немного философский образ писателя был тоже признан недостаточно монументальным. И поэтому в 1972 году здесь появилась новая скульптура, огромный, толстой, в три человеческих роста, изображен сидящим в кресле. И еще здесь подкупает несколько рубленная манера исполнения, что только придает образу суровости. А старенького Меркуровского Толстого отправили во двор музея на Причистенке. Здесь чисто, тихо, приятно, но тоже похоже на ссылку, потому что во дворе музея мало кто из проходящих рассчитывает увидеть Толстого, и горожане практически об этой скульптуре не знают. Окрестности Комсомольской площади, площади трех вокзалов, богатые на разные необычные достопримечательности. И, конечно, главная из них, единственный в мире Ленин на колесиках. К восьмой годовщине Октябрьской революции такой необычный памятник решили соорудить рабочие местных железнодорожных мастерских. И они, кстати, сэкономили на пьедестале, соорудив его из подручных материалов и колесной пары. Наверх водрузили фигуру Ленина. Теоретически Владимир Ильич может гастролировать, перемещаться, но уже сто лет дремлет во дворике депо. Кстати, еще есть специальный рычаг, который позволяет Ильичу вращаться вокруг своей оси. Вот такой необычный памятник и, по совместительству, один из самых ранних монументов, посвященных Ленину. 1925 год. Во время Великой Отечественной войны передвижки в Москве прекратились, но после 1945 года их возобновили с удвоенной силой. В 1979 году, в эпоху Брежнева, аж на 30 метров переехало здание бывшей типографии «Русское слово». Этот дом в стиле модерн изначально выстроил для своей редакции легендарный книгоиздатель и просветитель Иван Сытин. Но дому пришлось потесниться из-за нового модернистского корпуса известий. Дом двигали в сторону Настасинского переулка вдоль Тверской. За трое суток здание отрезали от фундамента. На восьми рельсовых путях с помощью 440 металлических катков и 4-х гидравлических домкратов посадили на новый фундамент, где дом пребывает и поныне. Мы в Камергерском переулке перед зданием хата имени Чехова основной сценой. Советские инженеры умудрились передвинуть и его, точнее раздвинуть. Дело в том, что в 80-е годы прошлого века сцена стала для театра маловато. Ее решили увеличить на 12 метров. Как такое удалось провернуть? Разрезали здание на две части, а дальше еще интереснее. Чтобы построить дополнительные 12 метров, нужен проем в два раза шире, чтобы технику подвести. В итоге здание, вторую его часть, передвинули на 24 метра. Построили проем, а потом придвинули обратно на 12 метров. И эпоха больших советских перемещений в Москве завершилась. Гендель умирает в 1994 году, хотя за всю жизнь он успел не только передвинуть десятки зданий, но и спасти многие исторические памятники. Например, участвовал в выпрямлении колоколин и миноретов. Передвижка домов Передвижка домов невероятно сложная операция, которая требует значительных усилий и месяц подготовки. Яндекс.Доставка не двигает дома, но она двигает нашу жизнь, делая ее проще и значительно комфортнее. Она подходит как для бизнеса, так и для обычных пользователей. Например, можно отправить документы родственникам или подарок любимому человеку. Все параметры, включая стоимость, можно рассчитать заранее. Подробности в описании под видео. В Москве доставляли на новое место не только памятники и дома, но и целые мосты. Один из самых амбициозных и фантастических проектов был воплощен в жизнь совсем недавно, в 1999 году. Тогда старый Андреевский мост передвинули вниз по Москварике на 2 километра в район парка Горького. Теперь этот мост пешеходный. Андреевский мост Московской окружной железной дороги, сейчас МЦК, был выстроен в 1905-1907 годах. Но к концу прошлого века мост перестал справляться с нагрузкой, его решили реконструировать. Но стальную арку не разберешь, потому что она клепанная, а клепки это не болты. Их можно только высверлить, это долго, дорого и трудоемко. И поэтому решили старый Андреевский мост перенести на новое место в парк Горького, сделав его пешеходным, а на прежнем месте выстроить новое сооружение, повторяющее формы старого. Как же происходила передвижка? Под старую арку, которая весит, кстати, полторы тысячи тонн, подвели три баржи. Все три баржи немножко притопили, предварительно наполнили водой и подвели под мост. И потом воду стали откачивать, и поднявшиеся баржи как бы вытолкнули арку. Каждую баржу тянуло и толкало по два буксира. Работы длились 11 месяцев, судоходство на реке пришлось приостановить на 8,5 суток, а сама буксировка длилась полтора часа. Но зато железобетонные опоры нового моста облицевали гранитом со старого. Поэтому москвичи, которые в тот сезон катались на речных трамвайчиках, были удивлены появлению новехонького моста. Схожая, вполне счастливая судьба ожидала и Краснолужский мост Московской окружной железной дороги. Работы по его переносу стартовали в 2000 году, и, естественно, строители использовали опыт Андреевского моста, который был получен годом ранее. Мост был перенесен на 2,5 километра выше по течению Москва-реки. Его установили недалеко от площади Киевского вокзала и, кстати, рядом со знаменитым Домом архитекторов, про который у нас на канале тоже есть видео. Мост часто переименовывали, он своеобразный рекордсмен в этом деле. Сначала носил имя Николая II, после революции стал Краснолужским, после переноса в 2000 году Киевским пешеходным, и в 2004 году наконец-то обрел нынешнее имя Богдана Хмельницкого. Когда Юрий Лужков рассказывал о переносе моста журналистам, то сказал, что уничтожать такие объекты рука не поднимается. А еще в феврале 2002 года на мосту был установлен мировой рекорд. Здесь одновременно целовались 2226 человек. Вот такие были времена. Весь список сложнейших инженерных операций в этот ролик, конечно, не войдет, но мы с вами убедились, что в Москве существовала традиция передвижки массивных огромных объектов и в царские, и в советские годы. Возрождается она и в современной России. Например, несколько лет назад при строительстве жилого комплекса на Савеловской передвинули водонапорную башню завода «Борец». Но, конечно, уже без такого пафоса, как в стихотворении «Огни и Борто». «Захотим и в море синим, в синем небе поплывем, если нужно, дом подвинем, если нам мешает дом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова